Шеф-повар, Максим Григорьев. Оленина в ежевичном соусе с тыквенным пюре. Немного дичи в каждодневном меню никогда не повредит. Немного изыска и праздничное меню на столе. А вдруг у вас есть оленина и вы не знаете, что с ней можно делать и как удачнее раскрыть вкус этакого экзотического мяса. Ну а если нет, то можете просто запастись еще одним рецептом на времена, когда олени будут скакать по городу. Время приготовления – 1 час 15 минут. Ингредиенты – пюре. Картофель 800 грамм. Масло – оливковое экстра-верджин 2 столовые ложки. Соль 1 чайная ложка. Тыква свежая 1000 грамм. Чеснок 1 зубчик. Ингредиенты – мясо. Масло – оливковое экстра-верджин 1 чайная ложка. Масло – оливковое экстра-верджин 2 столовые ложки. Соль 1 чайная ложка. Тыква свежая 1000 грамм. Чеснок 1 зубчик. Бульон мясной 200 миллилитров. Конфитюр вишневый 2 чайные ложки. Мясо. Масло – оливковое экстра-верджин 1 чайная ложка. Оленина вырезка 800 грамм. Перец черный молотый 4 щепотки. Сливки 33% 100 миллилитров. Соль 0,5 чайных ложек. Шаг 1. Подготовим ингредиенты. Оленину мякоть, часть тушки, которая готовится долго, тыкву лучше с ореховым вкусом, картофель быстроразваривающийся, зубок чеснока, оливковое масло и специи, любой мясной бульон, сливки, лучше всего самые жирные, и конфитюр ежевичный. Шаг 2. На сильно разогретой сковороде в одном ложке оливкового масла обжариваем порционно куски оленины около 2 минут. Куски должны быть не очень маленькие. Мясо вынимаем и следующую порцию обжариваем. Шаг 3. Возвращаем мясо в сковороду, заливаем горячим бульоном и сливками, доводим до кипения. Уменьшаем огонь до малого и томим около 1 часа, накрыв крышкой. Шаг 4. Этим временем подготовим картофель и тыкву. Почистим и нарежем на кубики. Приправим оливковым маслом и солью. Выжмем через пресс зубок чеснока и все вместе перемешаем. Шаг 5. Выкладываем картофель с тыквой на противень, выстланный пекарской бумагой и запечем в заранее разогретой духовке при 220 с около 30 минут. Шаг 6. По готовности разминаем до консистенции пюре запеченную тыкву с картофелем. Поставим в теплое место, чтоб не остывало. Пюре готово. Шаг 7. И мясо тоже уже готово. Добавим в сковороду ежевичный конфитю, размешаем и убираем с огня. Сервируем оленину в ежевичном соусе с тыквенным пюре. Приятного аппетита! Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.